доброе время суток всем у нас сегодня город таллинн 21 апреля 2018 год и порядком пол пятого уже на велосипеде катаюсь четыре часа отъездил 24 с половиной километра нахожусь но и велодорожки в ту сторону у меня улица эгет это обратную полдиски манты вот сейчас давайте я покажу на видео где она находится на карте очень новая современная дорожка с таким вот покрытием новым значками не знаю как показать отдавать отойду что это велой пешеходная дорожка снимал видео по воду и у нас сегодня очень 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 сильный ветер так что мне придется давайте доедем до дома вот как сейчас сейчас меня хоть немножечко петличка спасает доедем до дома и спокойно там сяду пересмотрю файлы пойдет целый день на что-то может быть наложу заново свой голос а может быть просто будем болтать и во время болтовни буду кидать файлы которые снимал не знаю как будет хочу доехать пока все я дома сегодня выехал 30 километров откатал думал отдохну от работы нифига 10 файлами работа похлеще чем у меня было я не знаю как люди эти видео делают я уже скоро буду вешаться накладываю свой голос клею там что-то накладываю короче хоть оцените мою работу поставьте лайк пожалуйста так давайте даже скажу дальше что сегодня могу сказать что эстония государства в целом чая в частности город таллинн для велосипедистов делать все вы можете с одного города конца города поехать в другой конец города на велосипеде у вас будет все и велодорожки велопешеходные дорожки знаки для вас специальные на каких-то отрезках дороги будет специально выделена линия для велосипеда вам только надо одно взять велосипед и найти свободное время 30 километров сегодня отмотал ну 29 800 по моему реально ноги еще болят и делать надо кстати очки очки это очень важная вещь когда катаетесь на велосипеде в эстонии в таллине потому что сегодня был ветер я сейчас покажу море песок задувал там возле моря обязательно надо очки и также подаете по центру пыль еще с зимы не убранная она идет глаза тоже а летом вдоль моря эти мошки летают точно также это необходимый атрибут для велосипеда вы можете без каски ездить на велодорожках но очки должны быть обязательно так что-то еще себе записал про да также я хотел показать двойное движение на той дорожке которая находится между этим как называется палдинский манты и когда мы выехали там по направлению движения было вложил я вложу сейчас на кусочек видео как там можно было ехать так это я сказал это я сказал все поехали погнали смотреть видео еще раз прошу не страдите строго действительно была для меня очень сложная работа сегодня сделать это видео начало движение пульсу кульднока выехал нас бульвар цыпузы дружбы и прямо там уже был у меня первый знак который указывал что вдоль цыпровых поезды это пешеходная и велодорожка что в одну что в другую сторону по этому тротуару могут двигаться как велосипедисты такие пешеходы с уважением друг другу естественно уже после цыпруза поезд я начал движение в сторону торгового центра кристины это бывший таксопарк по адресу n45 и уже прямо там мы я встретил второй знак он был немножко размером побольше чем 1 но помнят на то же самое пешеходы и велосипедисты могут здесь двигаться если не гонять под мостом мы только ездим садя с велосипеда потому что проход под мостом если вы там гоните реально там пешеходы и велосипедисты могут столкнуться естественно рико претенденты бывали раз этот знак там стоит после этого сразу за мостом я выехал на перекресток эндло и техника на проезжей части красном очерчено для привлечения внимания водителей вело дорожка скажем или так век отдельно часть проезжей части для велосипедов чтобы красочка правда подстерлась здесь но когда ее обновляют реально это все видно но там в той части если мы видим в общем году обновляли там получше видно перекрестка эндло и техника я двинулся в сторону бывшей девятнадцатой школы там где стоит мини супер министерство стекляшка реально красиво там пофоткаться мне такие здания нравится снесли старое советское здание не знаю что там было тоже может какое-то министерство вот 19 школа напротив да чувствуется такое колоссальное сооружение мне понравилось но самое что интересное что со стороны парковки есть парковочные места для работников министерства для велосипедов можно было подъехать прицепить и это парковка мне действительно так как-то понравилось думаю дай-ка я заиграла детство и думаю дай-ка я прокачиваюсь по этой парковочке ну не знаю очень хотелось тем более она такая гладкой можно сказать не чувствуешь приложены кипитки друг другу так четко что не чувствуешь этого перепадов ну смотрите как оно красивое здание и тут же рядом есть место посидеть и опять же можете запарковать велосипеды привязать они там даже есть возможность замочек поставить какая горка не знаю для чего она сделана но есть как есть отсюда я двинулся по улице леволайя там где находится контора главная контора свет банка и тут же на дороге вы видите есть для велосипедистов специальная дорожечка но это дороги тоже катего на тротуаре разделено что к чему здесь значит я не знаю зачем я забыл тут за зима такая жесткая зима была все стерло кстати вот она контора свет банка это грязная самая главная контора и уже от этого места я направился в сторону нашего танинского сити все это было про по тортуару там вела пешеходная дорожка на дорогу я не выезжал в этот раз и вот возле олимпии был такой знак на дороге что это именно дорожка для велосипедистов кстати олимпия все стоит красивая советских времен советское время построенная от гостиницы олимпия я однелся в сторону нашего сити смотрите какая грандиозность ну да да по таймским меркам и я считаю тогда грандиозность и уже с перекрестка таруского шоссе и лива лайен я двинулся по тротуару сторону полицейского парка те кто бывают в таллине обязательно посетите полицейский парк очень красиво там короче смотрите сами ухожусь в полицейском парке фонтанчики еще не включили здесь было здание построено в советское время гостиница какая-то сейчас это олимпик казино отель хилтон довольно спокойненько здесь кстати парке можно ездить как на велосипеде тоже знак есть мы направляемся дальше от полицейского парка я двинулся в сторону улице рауа но здесь меня кое-что привлекло выхожусь на улице рауа вот так у нас домики чтобы построить конфетку сюда этот центр города не знаю минуты две-три пушком до кадриорга домики здесь вот такого типа все а мы направляемся в сторону кадриорга улице рауа я двинулся в сторону нарвского шоссе и там я увидел такой вот знак конец велодорожки пешеходной велодорожки вот так она выглядит короче мне там пришлось немножечко развернуться чтобы проехать дальше потому что здесь реальный тупик на вкадрюрок но я хотел заехать еще в одно место которое я тоже покажу поэтому мне пришлось возвращаться аж до танец кого университета возвращался для того чтобы проехать в этот район цитадей чтобы часики эти посмотреть очень хотелось заехал такой райончик честно не знаю по моему здесь в основном бизнес не думаешь здесь квартиры и обязательно надо фотографировать из инстаграме эти часы очень давно их наблюдаю с нарвского шоссе когда езжу вот ни разу так близко не подходил к мне от цитадели я решил поехать до кадриорга и приехал прямо к этому и беденному пруду 10 там красиво советую тоже всем увидеть это парк кадриорг кстати как ни странно я думал что здесь будет сегодня больше народу ну не знаю человек нации парк достаточно большой летом тут загорают сейчас пройдем мимо екатерининского дворца построенная в царское время такая дорога ведет русалочка единого пруда через прямо будем так говорить екатерининский дворец я поехал по дороге в сторону русалки и вот здесь у нас начинается одна из самых главных велодорожек танин она старая ну как старая одна из первых самых и она только для велосипедистов чтобы по понятнее было вот она русалка и вот здесь начинается дорога где был только знак велосипеда она очень хорошая не наверно лет ну не знаю где-то 10 точно ведь этот знак только велосипеда в одну и другую сторону но конечно пешеходы нарушают ну что делает бегуны все знают это стараются кстати балтика красивая балтика проехать здесь и не за не снять видео какое у нас красивое море это просто невозможно от русалки я доехал до выставку напротив замка орлова и случайно встретил здесь парковочное место не парковочно можно было взять вообще велосипеды прямо на прокат я пытался ковырялся это сделать честно скажу можно было до полчаса даже бесплатно короче не стал даже заморачиваться но пожалуйста тут можно и по-русски по-эстонски прочитать правила и взять этот велосипед велосипед несложно но мне просто не было как бы желание с этим баловаться от проката велосипедов и 1 в сторону перед а и вот здесь вот здесь точно я встретил контролеров у нас билет безбилетников ловит не контролера муниципальная полиция машину очень кстати похожий на государственную вот так оставит просто автобус посередине маршрута и штрафуют доехала до конца перед а и велодорожки перед а и тут я увидел интересные знаки то видите левая дорожка напрямую для велосипедов правая конкретно для пешеходов и знаки и на дороге другой стороны даже для велосипедистов и знак чтобы мы уступали дорогу к велосипеде проезжающая машина по главной дороге чтобы всем все понятно так на данный момент вы посмотрели все что я сегодня сделал и вот что еще хочу сказать у меня еще есть пару файли когда сейчас скину это было все же в центре города улица тукри ратуша просто нарежем и склеим и к этому фарику тоже приклеим территория бывшего лунафарка где-то здесь находилась здесь есть велодорожка дело пешеходная дорожка знак стоит здесь самое что интересное по направлению движения право встречка она борется ведь раньше чтобы выехать улица тукри теперь сделали здесь прямую дорогу я поеду прямо это уже старый город это бесплатная парковка для велосипедов как пользоваться не надо не хочу читать не и еду дальше а это пустой таллинн где никогда нет народу сегодня у нас суббота народу полно в старом городе вот там вот если видно удаляются велотакси велорикши здесь на знак стоит что им их не я думаю что у меня восемь сантиметров нету я велосипеде так что поедем ну а ратуши как полно всегда полно народу разрешили снять лошадку укусишь меня нет ученые рук не берет чужих рук не берет на сегодня все все мира добра уважаем друг друга осторожно на дорогах при том любых велосипедных пешеходных тоже и в спокойно вам город такой как наш таллинн